Мы с мамой вчера были в картинной галерее, а потом дома читали стихотворения Афанасия Афанасьевича Фета. А мы завтра на уроке их будем изучать. Давай сейчас почитаем. Вот первое стихотворение. Давай подумаем, о чем оно может быть. У первого стихотворения нет заглавия. Если посмотреть на иллюстрацию, это стихотворение о зиме, о мальчике, который на санках катается. Проверим свою догадку. Прочитаем стихотворение. Афанасий Афанасьевич Фет. Мама, глянь-ка из окошка. Мама, глянь-ка из окошка. Знать, вчера не даром кошка умывала нос. Грязи нет, весь двор одела, посветлела, побелела. Видно, есть мороз. Не колючий, светло-синий, по ветвям развешан иний. Погляди хоть ты. Словно кто-то тараватый, свежей, белой, пухлой ватой все убрал кусты. Уж теперь не будет спору. За салазки, да и в гору весело бежать. Правда, мама? Не откажешь? А сама, наверное, скажешь. Ну, скорей гулять! Мне это стихотворение напомнило картину Сергея Андреевича Тутунова «Зима пришла. Детство». Стихотворение написано от первого лица, то есть от лица мальчика, который утром выглянул в окно и удивился и обрадовался. Конечно, вчера двор еще был грязный, а сегодня все белым-бело. На улице мороз, хоть сейчас на санке. Мальчик удивлен, как быстро все переменилось вокруг, и рад, что пришла пора зимних забав. А еще он ждал прихода зимы, ведь недаром кошка умывала нос. Значит, читать это стихотворение надо радостно и с удивлением. Давай сами придумаем название этому стихотворению. Я бы назвала «Первый снег» или «Зима пришла». Можно еще и другие названия придумать. На что еще нужно обратить внимание при чтении стихотворения? Я думаю на рифму. Мне мама вчера интересно про рифму рассказывала. Я раньше думал, что в стихотворении рифма бывает только в соседних строчках. А в этом стихотворении посмотри, как строчки рифмуются. Да, интересно. Первая рифмуется со второй, третья – с шестой, а четвертая – с пятой. Благодаря этому создается такой ритм, который передает торопливую речь мальчика. А еще мы с мамой говорили об эпитетах. Смотри, как Фед говорит про иний. Не колючий, светло-синий. А еще он сравнивает иний с ватой. Это сравнение. Не просто с ватой. Посмотри, какие эпитеты. Свежий, белый, пухлый. Ну, сразу перед глазами встает картина. Деревья и кусты покрыты пушистым слоем инея. А что значит слово «тороватый»? Давай попробуем сами догадаться. Смотри, кто-то как будто развесил на кустах много пушистой ваты. Не пожалел. Может быть, «тороватый» значит «нежадный»? Проверим в словаре. «Тороватый» – щедрый, не скупой. Это синонимы к слову «нежадный». Значит, мы правильно догадались. Я думаю, что читая это стихотворение, нужно передать и нетерпение мальчика. Он торопится поделиться своими впечатлениями. Ждет, что мама обязательно пустит его прокатиться по свежему снегу на санках. Это стихотворение просто заряжает своим настроением. Я тоже хочу увидеть первый снег и быстрее побежать кататься.